Музыка Сердце туристического кластера, визитная карточка города, многомиллионная и многими любимая набережная. Предполагалось, что одновременно на ней и в целом на горном парке может находиться полторы тысячи человек. Только есть один щекотливый момент. Давайте представим, что сейчас поздний вечер и куда пойдут эти полторы тысячи человек, если захотят справить нужду. На карте видим, вдоль набережной три кабинки, еще один туалет в Нагорном парке. Разбираемся, здесь они платные по 20 рублей, работают обычно до 10 часов вечера. Еще нету 9 часов, а этот туалет уже, например, закрыт. И, к счастью, телевидение пока еще не научилось передавать запахи миазмов. Состояние на минуточку платных туалетов вызывает вопросы. Например, зачем здесь раковина, если нет воды? И это не самое страшное. Не выкачивают. Редко выкачивают. Уже обеего туалета. Ну, соответственно, и запах. Да. В жару вообще сильный запах. Туалет в Нагорном парке, на удивление, оказался бесплатным. Уборная живет на пожертвования прихожан храма. График работы до 8 часов. И теперь главный вопрос. Где же почувствовать облегчение после 10 вечера? Ведь в это время, особенно летом, на набережной еще много людей. Уходили, наверное, ближе к воде, или в кусты, или к камням, там как-то, не знаю. Города там вообще удивились, что в Нагорном парке не хватает туалетов. И добавили, за их состояние мэрия не в ответе. Места для кабинок сданы в аренду частному лицу. С одной стороны, проблемы вроде бы и нет, если не считать, что в туристическом кластере по вечерам приходится ходить по нужде в кустике. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.